К другим новостям. Открытие нового производства в регионе положительно сказывается на бюджете республики. Создание новых рабочих мест плюс для муниципалитета. Об этом шла речь на встрече главы республики с руководством военно-промышленного банка. Военно-промышленный банк активно поддерживает проекты по импортозамещению товаров в российском производственном секторе. ВПБ финансировал строительство широкопрофильного производственного комплекса по выпуску клинкерной фасадной плитки одного из заводов в городе Новочебоксарск. Сегодня глава республики Михаил Игнатьев встретился с председателем совета директоров. Для нас это новое производство, для нас это рабочие места, плюс налоги и в республиканский бюджет, и в муниципальный бюджет. Это очень важно. Риски, конечно, есть у каждой сторон, у каждого хозяйства субъекта, но риски, я думаю, не оправданы. Перспективно мы их будем сотрудничать, в ресурсах наши предприниматели нуждаются. Я хотел поблагодарить Михаил Васильевич за то участие, которое вы принимаете в республике, насколько она расцветает при вас. И такого благоприятного, доброжелательного отношения. Низкий бюджет, такие слова, они каждый день говорят, все ругают. Приятно слышать, добрые слова. Извините, что перебил. Вот, то есть, ну, реально, да, то есть, настолько комфортное, человечное отношение, как бы, именно к развитию производства, причем импортозамещающего производства, что на сегодня, я думаю, исключительно важно. То есть, это, конечно, ну, большая честь для нас, работать в вашей республике. С открытием завода «Экоклинкер» промышленность Чувашии выходит на новый уровень. Это должно поспособствовать развитию экономики внутри региона. Ведь часто качественную керамическую продукцию организации закупают в странах Евросоюза. Мы сейчас буквально в Чебоксарах проводили рабочую нашу встречу. В принципе, есть дальнейшая перспектива. Еще несколько проектов на миллиарды рублей для города Новочебоксарск. Чем больше предприятий, тем больше рабочих мест, причем высокотехнологичных. Зарплаты тоже обещают быть хорошими. Главное, чтобы в штате были настоящие профессионалы. Я с 2000 года работаю с директором, с Красновым Александром Семеновичем. Я очень благодарна, что в керамике проявила я себя как специалист. Я хочу сказать, что 1982 год, когда я приехала с Украины, с Донецка, для меня Чувашия стала, конечно, родным домом. Завод был построен за год с небольшим. Производители обещают выпускать керамическую продукцию мирового уровня. Это даст дополнительный импульс развитию новых технологий в Чувашской Республике. Екатерина Абрамова, Татьяна Трофимова, Регина Кубайкина, Андрей Спиридонов, Сергей Рябчиков, Республика.